Добрый день, уважаемые жители сельского поселения Кошки. Я думаю, что наших работников культуры видеть гораздо приятнее, чем участковых в любом случае. Хотелось бы коротко остановиться на тех учреждениях культуры, которые функционируют на территории сельского поселения Кошки. Это межпоселенический культурный досуговый центр, или как мы его называем, всегда по старому району, это культура РДК, библиотека центральная районная. Наша библиотека на Погрузной, для жителей села Погрузная, и районный кровеческий музей, и детскую школу искусства. Я думаю, что основная нагрузка во многих вопросах, которые касаются организации досуга населения и проведения массовых мероприятий, ложится на межпоселенический культурный досуговый центр, или РДК. Поэтому, вот прошлый год, он у нас проходил под знаком Года культуры, был объявлен Годом культуры. Достаточно большое количество мероприятий было проведено, как областных, на эту тему районных мероприятий, внутрипоселенических мероприятий, и, соответственно, организация работы кружков и коллектив художественной самодеятельности. Приятно, что в прошлом году у нас два коллектива художественной самодеятельности получили звание «Народный». Это вновь они его получили, коллектив всеми любимый, наверное, фарьерный детский «Ягодка» защитил звание «Народного». И подтверждались, соответственно, два коллектива. Это, значит, коллектив ветеранов «Ивушка» и коллектив «Росинка» хореографический. Направление работы районного Дома культуры довольно-таки обширное, потому что не только мероприятия, проходящие внутри этого Дома культуры, являются основным направлением работы, но и мероприятия районного масштаба. В частности, вот на сегодняшний день проходит фестиваль, районный смотр-фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы. В каждом сельском клубе, в сельских поселениях он проходит, соответственно, выезжает комиссия и будет проводиться у нас районный фестиваль, посвященный юбилею Великой Победы. В Кошкинской нашей детской школе искусств обучается 130 детей. Там три направления работают. Для информации это у нас баян, аккордеон, фортепиано и изобразительное искусство. Но дети с удовольствием посещают детскую школу искусств. Если какие-то вопросы и замечания есть, то, конечно же, хотелось бы их услышать сегодня. В основном это дети, которые проживают в селе Кошкин и обучаются в Кошкинской и Погрузницкой школе. Но, кроме того, в детской школе искусств обучаются еще дети, которые проживают на территории нашего района. Родители фактически каждый день привозят их на занятия и считают, что это действительно очень важно для подрастающего поколения, для своих детишек. Поэтому не считается тем, что это время, это, в общем-то, и средство. Хотелось бы обратить внимание на такой момент. Вот прошлый год был у нас второй по счету областной фестиваль самодельного народного творчества «Рожденное в сердце России». Проводился второй раз и посвящен он был, соответственно, году Победы. В этом областном фестивале приняло участие 189 самодеятельных артистов нашего муниципального района. Конечно, основная часть – это коллективы, художественные коллективы, хореографические, значит, коллективы районного дома культуры, детской школы искусств, ну и, соответственно, сельских домов культуры. Мне, прежде всего, хотелось вот с этой трибуны, пользуясь случаем, выразить большую благодарность тем участникам художественной самодельности, которые, ну, самоотверженно, я бы сказал так, принимали участие и готовились к этому фестивалю, смогли достойно выступить, несмотря на то, что это действительно очень сложно и ответственно, выходить, может быть, в какой-то степени села, на большую сцену оперного театра, на главную сцену нашей Самарской губернии. И выразить благодарность директорам наших школ, потому что детей тоже довольно много у нас принимало участие, Бибетеву Борису Петровичу и коллективу педагогическому за понимание, директору Алексею Алексеевичу Краснову, значит, и коллективу Покрузнической средней школы. Поскольку репетиции проходили и, скажем так, в учебные дни, и родителям, которые с пониманием к этому отнеслись, но результатом нашего выступления стало первое место из 27 муниципальных образований сельских. Это очень достойно, очень почетно и накладывает на нас, честно говоря, большую ответственность в дальнейшей работе и в ее качестве. Сейчас мы будем принимать участие в гала-концерте, то есть в большом сводном концерте, который состоится 25 февраля в Театре оперы и балета, где будут вручаться муниципальным районам занявшие призовые места и городским округам призовые места. И, конечно, подготовка к нему очень сложно идет, поскольку много людей задействовано. И вот на репетиции приходится выезжать и вчера, и сегодня. Значит, за автобусы Борису Петровичу за помощью действительно большое спасибо. Поскольку это по 70 человек в 7 утра собрать с районами и вывести в самарную репетицию довольно тяжело. Вот 24-я генеральная репетиция, у нас 100 человек выезжает, и 25-го в гала-концерте. Но и людям, еще раз хотелось бы обратить на это внимание, тем, которые, не считаясь ни со временем, ни с работой, где-то, может быть, в ущерб учебе и своему личному времени, но понимая, что это очень важный фестиваль, это очень важная тема победы в Великой Отечественной войне, все-таки, вы знаете, не отказываются никто. Все люди, которые, по сути, являются артистами художественной самодеятельности. В нашей центральной районе библиотеки располагается центр общественного доступа. То есть, любой житель села Кошек или района может воспользоваться услугами консультативными сотрудникам библиотеки, посмотреть любую информацию в интернете на сайтах, зарегистрированных, так скажем, на официальных сайтах, на которые можно заходить, копировать любой документ и так далее. Кроме того, открылась школа обучения грамотности людей пожилого возраста. Тот, кто не умеет владеть компьютером, тот, кто хочет пообщаться со своими детьми, внуками по сети интернет, бесплатно совершенно, то есть, есть такое понятие скайп, да, как видеообщение. Вот. Эта школа, значит, обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста также функционирует, можете прийти, получить эту услугу. Оплатить телефон, например, можно, но, научившись, как это делать, да, со своего уже компьютера, если у нас есть. То есть, пользоваться всеми услугами современной нашей цивилизации. И хотелось бы вот сегодня, если есть вопросы по работе учреждений культуры нашего сельского поселения, естественно, их услышать, услышать, может быть, ваше предложение, вот, участие в дальнейшей работе, потому что, ну, наверное, как никакая другая сфера, мы должны оказывать услуги, и обязаны оказывать услуги жителям нашего района, и, естественно, чтобы эти услуги были качественными и доступными. У меня все. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть. Пожалуйста, вопросы. Какие вопросы у вас, почему вашу коллективу, когда понимаете настроение, очень хорошо, здорово, то есть, все на какие-то свои обязательные, мы есть многие, они знают, что они не знают, что они не знают, нам нужно больше денег, но не реально, я бы, на что-то мало. Вот, спасибо большое за комплимент, скажем так, или за вашу фразу. Дело в том, что, конечно же, вот, говорить о костюмах, да, костюмы шьют наши прекрасные, я скажу так, швеи, но, естественно, что материал, это довольно-таки дорого, и особенно сейчас администрация муниципального района выделяет, потому что это все, прежде всего, для детей, это для привлечения новых артистов в художественную самодеятельность, чтобы было приятно выйти, порадовать ваш взор глаз. Вот, если говорить о фестивале, в котором мы готовились, вот, на 200 человек участников практически, да, был пошип не один комплект костюмов, мы посчитали порядка 400 деталей, пришлось отшивать нашим швеймом, это была большая работа, средств было выделено порядка 180 тысяч только на ткань, порядка 200 тысяч на приобретение сценической обуви, чтобы можно было достойно выйти на большую сцену оперного театра, вот, поэтому, действительно, это стоило больших трудов и затрат. Поэтому, я еще раз говорю, вот, обращался, прежде всего, к тем людям, которые внесли свой вклад своим трудом, да, ну, естественно, что без поддержки администрации, вот, финансовой, но успеха бы не было, это, в общем-то, общая победа. Вот, единственное, что мы все поняли, и, наверное, нам надо понять, никакое дело никогда не будет сделано хорошо, если кто-то делает его один. Вот, когда все вместе с пониманием отнеслись к этому, и получился и результат, большой и хороший результат, еще раз говорю, довольно большое количество средств было вложено. И сейчас, если так сказать, нам приходится действительно тратить средства на то, чтобы людей покормить, значит, автобусы заправить, и так далее, тогда это только кажется, что все просто. Вот, на самом деле, довольно-таки сложно в организационном плане. Вот, поэтому здесь, ну, помощь, поддержка, на самом деле, очень серьезно оказались. Спасибо, Владимир Михайлович. Субтитры выясня Это очень серьезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.